Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Давайте отправимся в страну фантазий. Представим на секунду, что в нашей стране есть СМИ, заинтересованные в том, чтобы сообщать вам новости. Не читать лекции о вашей моральной неполноценности, ты такой плохой. Или же лгать вам совершенно очевидным образом. 6 января было восстание, ребята. И даже не заставлять вас повторять глупые слоганы каждую неделю. Владимир Путин, военный преступник. Окей. Трансженщины — это женщины. Ладно. А ну-ка, повторяй. Давайте представим, что мы живем в совершенно другой стране, где СМИ считают своим долгом рассказывать вам, что на самом деле происходит в мире и почему это важно. О каких историях мы бы говорили сейчас, живя в такой стране? Вот первые две. Ранее в этом месяце Иран и Саудовская Аравия, две наиболее значительные державы в мусульманском мире, объявили, что после десятилетий прокси-конфликтов и ожесточенной вражды, они возобновят дипломатические отношения. Мир воцарился между кровными врагами. Еще в прошлом году очень немногие могли бы подумать, что такое может случиться, но это случилось. А случилось это, и вот что важно с американской точки зрения. Случилось потому, что Китай, не госдепартамент США, а коммунистическое китайское правительство, выступило посредником. Крупнейшее в мире атеистическое государство остановило религиозный конфликт между двумя теократиями. Вы такое предвидели? Вероятно, нет. Но это не все. Вчера президент КНР Си прибыл в Москву объявить о новом партнерстве с Россией. Теперь Россия будет закрывать значительную часть потребностей Китая в нефти и газе. Владимир Путин также согласился использовать китайскую валюту в торговле с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Опять же, вот тена. Как и с Ирано-Саудовским саммитом, мало кто мог себе такое представить всего полтора года назад. Цитата, «Грядут перемены, которых не происходило уже сто лет», — сказал Си. «И мы способствуем этим переменам вместе». О каких переменах, говорил Си? Что ж, конец американской глобальной гегемонии. Конец доллара США как мировой резервной валюты. Последние сто лет, это он верно подметил, с окончания Первой мировой войны США были лидирующей нацией на Земле. Да, сорок из этих лет мы были в холодной войне с Советским Союзом. Но никогда, чтобы не утверждали, не возникало реальных сомнений в том, кто самая мощная страна. Мы были этой страной. Шла американская эра. Эта эра только что кончилась, примерно на середине срока Джо Байдена. Что поражает? Никто, похоже, не замечает, что это случилось. Это не главный сюжет новостей. Нет, мы спорим, стоит ли арестовывать Трампа за фейковое преступление, чтобы помешать ему снова баллотироваться. В Белом доме наш престарелый президент только что вручил что-то типа медали актрисе ситкома, предположительно за ее храбрость. Ты так смело играешь на сцене. CNN освещает это, как высадку на луну. В Твиттере тем временем люди взволнованы тем, что наша вице-президент отправила письмо ТикТок-трансвеститу Дилану Малвене, одевшемуся на днях как шестилетняя девочка. Камала Харрис им очень гордится. Такие у нас новости. Это Веймар, но еще тупее. Между тем, мир за пределами Мо-нинджо меняется быстрее, чем когда-либо за последние, ну, как председатель Сиверно отметил, где-то сто лет. Ни одно из этих изменений не сделает лучше жизнь ваших внуков. Но поскольку многие американцы даже не подозревают, что происходит, отреагировали лишь несколько проницательных, но глубоко разочарованных блогеров. Они ясно видят, что происходит, а остальные нет. Это сводит их с ума. У нас в стране еще есть люди, для примера, которые верят, что так называемая климатическая повестка — это забота о климате, об окружающей среде Земли или типа того. А не скоординированные усилия правительства Китая по сдерживанию США и Запада, чтобы занять лидерство в мире, что, конечно, и происходит. Весьма очевидно, если задуматься, но у большинства людей не возникает возможности задуматься, поскольку пропаганда слишком плотная, беспрерывная, она не смолкает. Вот свежие передовицы газет по всей стране. Глава ООН требует, чтобы США взорвали свою экономику, иначе наступит конец света. Люди ответственны практически за все глобальное потепление за последние 200 лет. Темпы повышения температуры за последние полвека самые высокие за 2000 лет. Концентрация углекислого газа достигла наивысшего уровня за по меньшей мере 2 миллиона лет. Климатическая бомба тикает. Когда кто-то, кто ничего не смыслит в науке, чья работа состоит в том, чтобы действовать как марионетка китайского правительства, начиная тыкать пальцем вам в лицо, говоря о научных знаниях и указывая, что делать с экономикой? Хотя бы на секунду надо задуматься. И стоит также помнить, что ООН говорит практически одно и то же, где-то с 89-го. В том году Associated Press сообщила, что, цитируем, «высокопоставленный представитель ООН по экологии говорит, что целые нации могут исчезнуть с лица Земли из-за повышения уровня моря, если глобальное потепление не остановится к 2000 году». Это 34 года назад, рад сообщить, что мы еще здесь. Что, изменилась наука? Ну, по-видимому, да, хотя это никто не признает. Но кричат они все так же об этом. И у АйП, похоже, нет архивов, где они могли бы проверить. Мы такого еще не писали? Поэтому они все пишут одно и то же. Два дня назад они написали это, цитируем, «У человечества еще есть шанс, близкий к последнему, предотвратить худшие из будущих последствия изменения климата», заявила группа ведущих ученых ООН в понедельник. Но для этого нужно быстро сократить почти на две трети выбросы углекислого газа к 2035-му. Окей, ассошее этот пресс. Там есть даже цитата генсека ООН, опять же, не ученого, марионетки Китая, но неплохо придумывающего слоганы. «Человечество на тонком льду, и этот лед быстро тает». Они публикуют одну статью и просто сдвигают сроки? Не совсем вообще-то. Ведь если внимательно прочитать весь доклад ООН, а мы как раз потратили на этот день, есть большие различия в том, как они планируют решать глобальное потепление. На этот раз план гораздо более четкий, заставить Запад, США в первую очередь, но также и Западную Европу подорвать свою экономику, пока Китаю, самой быстро растущей экономике в мире, ничего не надо делать. И они ничего не делают. Китай сейчас запускает по две угольные электростанции каждую неделю. В неделю. Не силен в математике, но это где-то 104 в год. Вот это нехило! Сколько же мы строим в неделю? Ноль! Довольно странно для страны, приверженной сохранению климата. В отчете говорится, что по сравнению с Восточной Азией, у североамериканских стран на 33% больше обязательств... Как рассчитать обязательства? Есть какая-то научная шкала? Больше обязательств на 33%? Ускорить расходы на цитата «инвестиционные потоки по смягчению последствий глобального потепления». Окей, у Запада такие обязательства. Если руководствоваться реальными цифрами, можно заметить, что выбросы углерода в Китае сегодня более чем вдвое превышают наши выбросы углерода здесь, в США. То есть мы выбрасываем меньше углерода, они выбрасывают гораздо больше углерода. Но нам надо тратить больше, потому что у нас есть моральные обязательства. А почему не объясняют? Но далее в докладе ООН говорит следующее, цитирую. Действия, которые ставят во голову угла равенства, климатическую справедливость, социальную справедливость и инклюзивность, приводят к более устойчивым результатам, сокращают компромиссы, поддерживают преобразующие изменения и продвигают устойчивое к изменению климаторазвитие. Необходимы адаптационные меры для снижения растущих климатических рисков, особенно для уязвимых слоев населения. Равенство, инклюзивность и справедливые переходные процессы ключ к прогрессу в адаптации и глубоким общественным амбициям по ускорению миграции. Это наука! Стараюсь не ругаться с экрана, но думаю, всем понятно, что это такое. Лажа. Отчет продолжается. Нам нужно значимое участие и инклюзивное планирование, исходя из культурных ценностей и знаний коренных народов. Знания коренных народов. Сколько из этого, это все из доклада ООН, сколько из этого прозвучало для вас, вероятно, недипломированного ученого, но человека со здравым смыслом. Насколько походит на науку? Полностью, говорит Сеннен. Полностью! Человечество на тонком льду, и этот лед быстро тает. Это предупреждение генерального секретаря ООН прозвучало вместе с публикацией доклада, в котором планета названа бомбой замедленного действия. Ситуация хуже, чем мы когда-либо думали. Часы тикают, и нам надо обезвредить климатическую бомбу. Климатическая бомба тикает. Так говорится в отчете группы экспертов ООН по изменению климата. Такой вещи, как климатический алармизм, больше не существует. Бомба тикает. В новом докладе ООН предупреждают, что климатическая бомба тикает, и у мира мало времени, чтобы избежать катастрофы. Климатического алармизма больше не существует! Проблему невозможно преувеличить, чтобы вы не говорили. Такова наука! Для китайцев это так легко! Как выиграть войну, не сражаясь? Заставив противника покончить с собой, а как убедить такую сильную, уважающую себя, могущественную страну, как наша, которая правила миром сто лет сделать это? Оказывается, довольно просто. Берете группу тупых, отчаявшихся людей среднего возраста, надеющихся сохранить свою дурацкую работу на телевидении, даете им текст и лак для волос. И они просто повторяют вашу ложь. И все люди в стране кивают, да, все именно так, надо прислушаться к этим знаниям коренных народов, перестать водить машины. Поразительно, но это работает. Так, какова же наука за всем этим? На Сабстек, где теперь обитают настоящие ученые, политолог Роджер Пилки провел глубокое исследование, откуда у этих людей появилась идея о том, что конец света наступит, если температура подскочит на полтора градуса по Цельсию? Это общепринятый показатель, согласно АйПи. Оказывается, что общепринятый показатель возник из газетной рекламы и черновика исследования, даже не прошедшего рецензирования. Теперь он в Парижском соглашении по климату. Вот сила маркетинга. Тут есть смысл. Конечно. Зачем этот маркетинг? Чтобы уничтожить одну цивилизацию и вытеснить ее следующей цивилизацией. К сожалению, мы те, кого уничтожают, кто уничтожает сам себя. И никого в ООН, кстати, не волнуют данные, откуда они взялись, потому что реальная цель не защита природы. Конечно! Да? Посмотрите на загрязнение! Если заботитесь о природе, сейчас жить нелегко. Но с тех пор, как Джулиан Хаксли возглавил ЮНЕСКО в 40-х годах, продвигая мальтузианство, идея о перенаселенности мира стала доминирующим образом мышления людей при власти. За исключением их собственных детей, те заводят детей, сколько хотят, но вам не позволено. И это приводит к моментам, подобным тому, что мы наблюдали месяц назад, когда гарвардский историк Наоми Орескос написала статью в Scientific American, озаглавленную 8 миллиардов человек в мире, это кризис, а не достижение. Если вы один из этих 8 миллиардов, звучит довольно враждебно. Если какая-то тетка пишет статью в научный журнал о том, как плохо ваше существование, можно занервничать, да? Это повод. И это может объяснить, почему они против ядерной энергетики. Вроде это решение, но им она тоже не нравится. Значит, дело не в выбросах углерода, так ведь? Надо повредить людям, конкретным людям. Они считают, что людей слишком много. И это мнение широко распространено. Вот почему лидеры Демпартии вечно говорят вам делать аборт. Поторопись и сделай аборт! Это поможет ВВП! И неплохо, конечно, что избавление от углеводородного топлива сделает лидеров Демпартии намного богаче. Их доноры точно разбогатеют, те, что в зеленой энергетике. Это также даст кучу денег людям вообще без навыков, как Женнифер Грэнхолл, министр энергетики, которая торговала акциями этих зеленых компаний, уже будучи на посту. Столько коррупции! Невероятно! И так нагло не существует климатического алармизма! Заткнись и прими это! Это могло бы объяснить, почему Байден проводил компанию, обещая покончить с углеводородами и привести миллионы американцев к экономическому краху в 20-м. Найдется ли место добычи углеводородов, включая уголь и фрекинг, в администрации Байдена? Нет, мы бы... мы бы с ним покончили, мы бы позаботились о его устранении, и никаких больше субсидий на любые углеводороды. Больше никаких субсидий для углеводородной промышленности, никакого бурения на федеральных землях, никакого бурения в том числе на шельфе. У нефтяной промышленности не будет возможности бурить, точка. Я хочу, чтобы ты посмотрела мне в глаза. Я гарантирую, я гарантирую, что мы покончим с углеводородным топливом, и я не стану сотрудничать с ними, окей? Представьте, каково жить под властью таких людей, каково жить в системе, где мы с невозмутимым видом спрашиваем кого-то, у кого в жизни не было настоящей работы, кто понятия не имеет, откуда берется электричество. Наверное, уже и лампочку сам не поменяет. О нашей энергетической политике! А затем серьезно относимся к его ответу, и что получается, если так сделать, как похоже случилось? 81 миллион голосов набрал больше, чем Обама! Заткнись и прими это. Что ж, в итоге наш стратегический запас нефти, возможно, самое ценное, чем заведует правительство США, истощен. А Россия, которую мы вроде как ненавидим, теперь вновь стала одним из ключевых поставщиков энергоносителей в мире. Тем временем, ваша энергия дорожала вдвое, опережая инфляцию в прошлом году. Так, что мы имеем в итоге? Что ж, есть люди с экономическими интересами, извлекающие выгоду из солнечных панелей и ветряных электростанций, которые убивают редких птиц. И есть неграмотные сектанты в академических кругах, которые за просто потому что. Словно в доказательство, Грета Тунберг, которая только что удалила твит пятилетней давности о том, что через пять лет наступит конец света, собирается получить почетную степень университета Хельсинки. Эта девочка, сколотившая состояние, не посещая школу. Какой же диплом? Не наука, не климатология. Теология. Но реальная повестка, конечно, намного шире всего этого. Происходит великая глобальная перестановка. Незаметно для большинства американцев. Однажды мы проснемся и поймем, что мы уже не главные. И вот несколько тому причин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова